Мичуринский центр занятости населения – первая точка в маршруте Натальи Макаревич. В непростом для каждого из нас в 2020-м преимущественно на женские плечи. 44 здешних работников легла особая ответственность. При трехкратном росте нагрузки службе нельзя было допустить тотальной безработице. Сегодня уровень безработицы 0,6%. И самое приятное, что на 400 безработных, это я обобщенно говорю, в городе и в районе, это и город Мичуринский, район Мичуринский, порядка 1200 вакансий. Это говорит о том, что есть достойные предложения, есть глубокая проработка с работодателями. В будущем перед службой еще более амбициозные задачи. Крупные предприятия Наукограда нуждаются в новых сотрудниках. Число рабочих мест намерено увеличить сразу на сотню. Для более эффективной работы центр занятости задумали модернизировать в рамках федеральной программы. Сейчас решается вопрос о переезде службы в планах реконструкция здания и обновление техники. Население города – это второе по численности в Тамбовской области. Достаточно много предприятий и мелких юридических лиц, которые занимаются и торговой деятельностью, и производством. Поэтому требуются и квалифицированные кадры, и людям, соответственно, нужно находить места работы для того, чтобы оставаться, работать и жить в этом городе. Одно из небольших, но успешных предприятий Мичуринска – следующий пункт рабочей поездки. Двери здешних цехов распахнулись всего шесть лет назад. Но компания уже строит наполеоновские планы. В этом году здесь намерены нарастить объемы производства аж на 33%. Для представителей малого и среднего бизнеса, как замечает Наталья Макаревич, это беспрецедентная цифра. Основной вид продукции этого предприятия – запчасти для оборудования нефтегазовой отрасли. Клапаны, втулки, стаканы. Наименований здесь, если не тысячи, то точно сотни деталей поставляют по всей России и в страны ближнего зарубежья. Компания активно пользуется господдержкой. На первых порах именно благодаря выделенным субсидиям в один из цехов купили современный станок с ЧПУ. Сегодня на помощь 60 работникам приходят пять таких умных машин. Каждая стоит не меньше 15 миллионов рублей. Мы кое-что взяли по теме импортозамещения. У нас несколько единиц нашей техники. То, что мы выпускаем, это продукция бывших стран СНГ. Мы ее успешно импортозаместили. Перспектива такая, что обновлять парк единиц техники нашей – это токарные, фрезерные центры – и выходить на новые виды продукции. На базе предприятия работает конструкторское бюро, что дает право заниматься новыми разработками и развиваться еще и в области науки. Этот факт особенно впечатляет и Овицу губернатора. В итоге вместе приходят к выводу, что компания может рассчитывать на дальнейшую поддержку государства. Руководитель горит, участвует во всех конкурсах, готов заявляться на государственную поддержку. Я думаю, что он обязательно получит. Это льготные займы, которые дадут возможность пополнить парк высококлассными станками с ЧПУ. То, чем они сегодня занимаются и чем сегодня работают. Задумаются на предприятии об увеличении штата, но прежде здесь всерьез запланировали увеличить объемы производства. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей.